Дорогие горожане, мы продолжаем автомобильную тему. Сегодня поговорим о парковках. Кто должен заботиться о том, чтобы на улицах города было достаточно места для парковок? Сами хозяева автомобиля или, может быть, бабушки у подъездов, градостроители, сотрудники ГИБДД. Именно об этом сегодня поговорим с нашими гостями. Это Ольга Новгородова, Оксана Маклакова и передача «Качаем права». Ситуация, на самом деле, злободневная. В Екатеринбурге парковок в четыре раза меньше, чем автомобилей. То есть это как игра в детском садике. Помните, когда включается музыка, стульчик 3, а человека 4. И вот как хочешь. Пожалуйста. У нас в студии Григорий Яковлевич Цехер, наш любимый адвокат и соведущий. Здравствуйте. Директор управляющей компании Михаил Юрьевич Кочнев. Здравствуйте. И Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите права автомобилистов. Здравствуйте. А давайте вот с вас и начнем. Ну, на самом деле, проблема такая действительно имеет место. Я вот сам как автомобилист с ней постоянно сталкиваюсь. Но мне, слава богу, в этом немножко больше, может быть, чем остальным повезло, потому что у меня и около дома, ну, более-менее нормально охраняемая парковка и на работе. Давайте вы сейчас не вызываете злобную зависть. Да, давайте поговорим о тех, у кого ситуация хуже. Да, но при этом, куда бы я ни поехал, я всегда задумываюсь о том, а где я там поставлю машину. И я считаю, что на самом деле половина проблемы заключается именно в том, что люди просто об этом не задумываются. Они думают уже по факту. Вот приехали, а куда ставить? Тот знак, а ладно, поставлю. И вот отсюда пошла проблема. То есть всех вот этих угонов на штрафстоянку и истеричных поисков, этот квест «Найди свой автомобиль» могло бы не быть, если бы человек, отправляясь куда-то, подумал, а где я буду ставиться, да? И позвонил нам, на самом деле, на эфир приезжая, многие люди звонят и спрашивают заранее, а где у вас ставятся? И по большей части мы этот вопрос решаем. Дима, мы не анализировали, какую площадь занимают захваченные общие земли нашего города с этими вот шашечками и сторожами, которые своих пускают, а чужих не пускают. Вот какую площадь наших общих городских земель занимают захваченные узким кругом ограниченных людей земли? И почему? И почему никто с этим не борется? Почему мы спокойно проезжаем мимо наших занятых земель и ищем, где припарковаться? А разве это не частная собственность предприятия офисного центра? Нет, конечно, нет. Без правил. Это абсолютно точно наша с вами общая земля. Рестораны, банки, вот то, что не пускают. Нет, это не их земли. Они захватили наши с вами земли и нагло используют их в своих корыстных целях. Что сказать? Вот вышел охранник и выгоняют. А если я приеду, уберу шашечку и поставлю автомобиль? Ну, в лучшем случае, в лучшем случае они вас покроют матом, в худшем случае они вам проколят все колеса. Они очень коварные эти люди, это их заработок. Понимаете, это преступный заработок. То есть на наших землях они поставили вот этих негодяев, которые готовы с вами сделать все, что угодно, за то, что хозяин платит им деньги. И почему мы спокойно на все это смотрим? А где власть? И посмотрите, сколько этих земель. Ну вот я регулярно сталкиваюсь, я подъезжаю к поликлинике с ребенком, выходит охранник, а меня прогоняют. Это места банка. Что я ему должна сказать? Фразу, закон. Понимаете, я не могу здесь произнести те слова, которые бы я вам посоветовал за этим. То есть я могу его смело посылать, и суд меня... В лес. Вы отправляете его в лес. А что делать-то вы предлагаете? Я предлагаю навести в городе порядок, я предлагаю быть хозяевами города и предлагаю демократические отношения в нашем городе, а не власть негодяев. В нашем городе власть негодяев. Они плюют на всех остальных. И все с этим спокойно мирятся. – Михаил Юрьевич, а давайте поговорим о том, как вопросы парковок решаются во дворах. Насколько я понимаю, двор – это такое суверенное местечко, куда ГАИ не приезжает, штрафы не выписывает. – Вот тоже шашечки или какие-то свои методы. – Разные методы. Вот то, что Григорий Якульевич говорит. Да, перед домами, как правило, вот перед домом тротуарчик, красная линия, все, что за красной линией – это муниципальная земля. Вот когда эту землю отгораживают, то это действительно захват общих земель. – Как правило, внутри кварталов… – Простите, коллега, тротуар, вот нам скажет автомобилист, тротуар входит в состав дороги. Тротуар – часть дороги. – Он часть дороги, мы предназначаем. – Нет, это надо смотреть по межеванию квартала. – Но это часть дороги. – Это муниципальная дорога. – Григорий Якульевич, это надо смотреть по межеванию квартала, то есть где проходит красная линия квартала. – То есть в данном случае в разных кварталах может быть решено по разному, а не общего пользования. – Подождите, а общему правилу остановка и стоянка автор транспорта на тротуаре запрещена? – Запрещена, естественно. – Но на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается стоянка легковых автомобилей. – Правильно. А вот на газонах нельзя, здесь очень разумно написано, когда дорога и тротуар не разделены газоном, тогда действительно можно использовать часть тротуара в качестве места для стоянки. – Но если между дорогой и тротуаром есть газон, а у нас же нагло заезжают на газоны, то это нарушение права дорожного движения. – А я вам сейчас, вот я вам задам, заковыриваю, а что такое газон? – Где прописано, что такое газон? – В словаре. – В словаре записано, что это участок земли, засаженный стриженной травой. То есть если там нет травы, есть цветы. – Или крапива, хаотично. – На самом деле, вы когда сейчас зачитывали ПДД, вы только что все сказали. – Разрешается стоянка на краю тротуаров, если он граничит с проезжей частью? – Вот. – Да. – Если там есть что-то еще между тротуарами и проезжей частью, то он не граничит с проезжей частью? – Григорий Яковлевич ловко увел разговор от вашего вопроса. – Григорий Яковлевич, я сослался на вас просто потому, что есть разные категории земель в городе, и в том числе земли внутриквартальные, которые уже отмежеваны в собственность жителей и собственников помещений в жилых помещениях, и, соответственно, в пределах этих кварталов эти земли, ну, будем условно называть частными. – Давайте о них поговорим. – Да? – Но что сегодня творится? Взять, к примеру, ту же ботанику. Академический я пока не беру, он еще так шлагбаумом не загорожен, да? – Ну, взять ботанику, взять центр, взять любой другой район. – Появляется будочка, и появляется сторож. – Тут и опять раз, и разделяется на две части. Будочка и сторож – это кто-то организовал и кто-то организовал сбор денег. Другой вариант – ТСЖ отмежевало себе территорию, как это вот сделано на ботанике Родонитовая 10, и вполне официально распределили между собственниками помещений в доме автомобилистами эти земли. У каждого есть свое парковочное место. – Это цивилизованный метод. – Есть люди, которые охраняют. С одной стороны, да, цивилизованный. Но это заборы, это шлагбаумы, это отсутствие сквозного проезда. – А вот там вопрос от наших зрителей. У меня появилась машина, я стала ставить около своего дома. Набежала ТСЖ, плати. Вот с чего я тут живу и имею право поставить свою машину? – Хороший вопрос. Правовой. – Смотрите, я отвечу сейчас не как правовой, а как автомобилист. Берем, немножко далеко, да, возьму. 71-й год. Я живу в девятиэтажке, 54 квартиры, две машины. 92-й год. – Кто очень далеко? – Да, пятьэтажка, 30 квартир, одна машина во дворе. У меня дети свободно бегают, играют в футбол. Я в тот двор приезжаю сейчас, я в другой двор приезжаю сейчас. Там не то, что детям в футбол поиграть, там пройти негде. Как здесь проблему решить, я не знаю. – Я знаю. Я читаю закон. Значит, вот эта земля, о которой мы сейчас говорим, это общая долевая собственность собственников помещений этих домов. Ну, пусть это двор, да, то есть это несколько земельных участков, на которых находятся эти дома, которые в совокупности составляют земли двора. Это долевая собственность. Читаю. Пункт 2 статьи 247 жилищного кодекса. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владении и пользование части общего имущества соразмерной его доли, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. Жилищный кодекс вводит порядок компенсации. Если ты держишь машину, а я не держу машину, тогда, да, таким образом, мудрое ТСЖ должно создать регламент пользования вот этими землями, чтобы было всё справедливо. А сколько у нас машин? А сколько этих машин где-то на парковках, а сколько в нашем дворе? А сколько у нас людей, у которых нет машин, но они терпят. Есть на практике такие примеры? Есть на практике хоть один пример? Хоть один двор? Нет, конечно, потому что то, о чём... А вот есть, расскажите. Нет, вот когда такой регламент, как я рассказываю, уже есть, да? И уже люди деньги получают? И когда люди, у которых нет автомобиля, за то, что ставлено общую, не получают. А я говорю о том, что написано в законе. Они должны получать компенсацию. Понимаете, это общая земля. Да. Одни её используют тем, что ставят машину, а другие тем, что они имеют долю от этого. А ещё ведь можно и платные стоянки там делать, и можно тоже собирать деньги. И часть денег пускать на содержание общего имущества дома. А детскую площадку как можно отремонтировать? Но жителям обратно не возвращается. А часть на компенсацию законодатель предусмотрел. И поэтому, если кто-то настаивает, его можно утешить. Понимаете, ему обидно. Но у него нет машины. Но не смог он заработать за всю свою жизнь на эту машину. На квартиру заработал, а на машину нет. Нет, ну, давайте послушаем горожан. Давайте сейчас послушаем горожан, прервёмся на опрос и продолжим наш разговор. Узнаем, а что делать, в конце концов, ну вот с нелегальными парковщиками, которые диктуют нам свои тарифы и свои цены. Сначала опрос. Что думают горожане, как решают? Обычно мы собираем мнения горожан. Сегодня будем узнавать все секреты правильной парковки. Как после рабочего дня встретить свою любимую девочку в таком же виде, что и оставил. Без проткнутых шин и выбитых стёкол. Нужно просто найти каких-нибудь людей, которые за деньги бы охраняли, и всё. Сейчас много кто так делает. Наверное, нужно парковаться на каких-то парковочных местах платных, где за машинами следят. Ну, возможно, можно договориться с консьержем, там, в видеонаблюдении. И ставить на охраняемые парковки. От силы, может быть, сигнализацию поставить. Всё. Единственное, что, наверное, какой вариант такой более-менее разумный. Основное, это, мне кажется, неразумным. На стоянку ставить, даже если она далеко. Нормально охраняем стоянку, где есть договор об охране, чтобы была лицензия, и все остальные, чтобы не шпана всякая под окнами была. Нужно парковаться где-то за зоной центра и уже пешком доходить. Здесь не так сложно 15 минут потратить на это дело. Друзья, я напоминаю, мы разговариваем о парковках, и я хочу продолжить с комментарием нашего зрителя. Баба Лариса шла из магазина, и, увидев припаркованный Лексус на тротуаре, прилепила грозящую листовку. Хорошо не поцарапала. Оказалось, что к ней внук приехал в обеденный перерыв на полчасика, не знал, куда пепелац приткнуть. Пока она его бульоном кормила, он жаловался, что машины негде приткнуть. Даже думал отказаться от затеи и заехать к Багбуле в гости. Та заохала, запричитала и побежала листовки снимать. Теперь никому не вешает. У всякой стороны две медали. С одной стороны, нам, автолюбителям, нужно где-то ставить машину. С другой стороны, с какой стати мы мешаем своими автомобилям и всем остальным. Проблема парковок – это проблема всего мира, между прочим. И вот мы были в гостях у наших детей в Израиле, и у дочери была очень большая проблема припарковаться где-то не так далеко от ресторана, в котором мы договорились пообедать. Это везде проблема. И я помню, как в Париже мы с друзьями целый час искали место, куда мы, наконец, засунем машину, чтобы можно было пойти погулять по городу. В нашем городе много мест. Это те места, которые заставлены вот этими шашечками. У магазинов, у банков, у офисов. Это очень большие земли. Но что самое главное у нас не сделано, и Дима со мной согласится, у нас неразмеченные дороги, где можно припарковаться, а где нельзя. Вот за границей там есть красные, такие метки, это нельзя здесь парковаться. А есть синие, это значит, что можно здесь парковаться. А знак парковка, он как бы... У нас остановка запрещена. У нас есть запрещающий, но нет разрешающего. Да, бросьте, нет, есть знаки показывающие так, встаешь параллельно, встаешь... Есть знаки, но нет разрешающей разметки. На самом деле у нас есть в правилах дорожного движения разметка, которая запрещает стоянку, это желтая прерывистая линия по краю проезжей части, и разметка, которая запрещает остановку, это желтая сплошная линия по краю проезжей части. А разрешающих действительно нет. А это бы так организовало, правда? Вот весь город взять, разметить, вот эти все шашечки выбросить и поставить там, что каждый может остановиться. Это насколько бы увеличило вот эти площади? Помимо войны за площади, какие еще есть варианты? Я не знаю, может быть, Израиль или Франция, мировой опыт может нам помочь и подсказать что-то. Паковки на крышах. Каждый человек на самом деле сам для себя решает. Вот ваш покорный слуга просто ходит пешком по городу, во все суды. Единственное, Арженикизовский суд, я сажусь в метро, еду до Зари и там пешочком иду вот в этот суд. То есть я везде без машины. Прекрасно выглядит и хорошее настроение. Михаил Юрьевич, а во дворах как? Во дворах по-разному. В некоторые дворы заехать невозможно. Либо потому что шлагбаумы, либо если шлагбаумов нет, то все, кому не хватило места на улице, заезжают во дворы. Мы сегодня закрываем. Да, дворы закрываются, дворы огораживаются. Во дворах машины ставятся. Но я просто много с новостройками работаю. Знаю, что сдаются дома с парковками по нормам предусмотренным. Я не знаю, когда еще, там, 70-х годов, то, о чем я говорил, когда на 100-квартирный дом там... Сегодня, современные дома стоят. Сегодня, да. 10-15 парковочных мест. Хотя в каждой квартире по машине, а то и не по одной. Нет новых прав? Не успели, что они не обновились? Почему по старым нормам? А вот не знаю, почему так идет. Хотя вроде не точечная застройка, новые микрорайоны. Но дома ставят настолько плотно, что между домами просто не хватает места для всех автомобилей. Заедьте вечером, ночью в академический. С другой стороны, я могу точно сказать, что нет машин, которые бы всю ночь кружили по городу, что ее поставить негде. То есть все машины места для парковки находят. Да, начиная, да, определенная. То есть одни ближе, одни дальше, одни платно, другие бесплатно. Но на сегодня машины все места для парковки имеют. Домой никто не идти придет. А что будет, я не знаю, через 20-30 лет... А чем автолюбительские защитники занимаются? Вот и размечали бы. Наш зритель пишет, машины это необходимость, надо развивать город с этим учетом. Убрать газоны, переоборудовать в парковке. И внимание, не рычите, убрать детские площадки во дворах. Там все равно играть опасно, а сделать парки большие и закрытые в каждом микрорайоне только для детей. Вот что думают наши зрители. А если нет парковки? И забетонировать и сеть? Тоже площади добавить все, а не ремонтация? Нет, это не разумно. Детей трогать нельзя ни в коем случае. Сегодня нет детей, завтра будут дети. Посмотрите, сколько женщин в положении сейчас по улицам ходят. У нас вообще такой бум скоро будет. Все молодые... Да, пока детские площадки, потому что... Все молодые женщины, они в ожидании, да, разрешения своей проблемы. Дмитрий, как Вы разрешаете проблему с парковкой? Есть какой-то универсальный метод, вот, всегда надежно поставить? Универсального метода в данном случае точно нет. А подождите, Вы с этого универсального метода начали. Дорогие друзья, давайте им и закончим. Если Вы приобретаете машину и садитесь в нее с надеждой куда-то доехать, пожалуйста, предварительно подумайте. И поинтересуйтесь. Да, где Вы ее припаркуете? Нет возможности? Пользуйтесь советом Григория Яковлевича Цехера. Ходите пешком. А это была передача «Качаем права». Ольга Новгородова, Оксана Маклакова и ЕТВ. Телевидение мнений.